Всем добрый день, всем участникам данного вебинара. Меня зовут Толембек Сакишев, я являюсь директором консультантом компании Experts of Central Asia и сертифицированным консультантом по менеджменту, ну и аккредитованным консультантом от VBRD. Ну, как вам уже известно, тематика данного вебинара – это бизнес-стратегия условия кризиса. Целью данного вебинара является показать или рассказать нашим уважаемым предпринимателям, руководителям компании, какие действия нужно предпринять с тем, чтобы с наименьшими потерями выйти из карантина, из пандемии, из карантина, из ЧП, из критерии. Сегодня я затрону такие вопросы, как последствия пандемии, коротко расскажу, последствия пандемии коронавируса, как в мире, так и на стране. Поговорим о пересмотре или переориентации бизнес-стратегии, что делать в период кризиса, какую бизнес-стратегию выбрать в период кризиса. Ну, и поговорим немного о изменении бизнес-модель в условиях непределенности. Ну, сегодня, как вы знаете, практически все страны, коронавирус затронут практически все страны мира. Согласно скромным подсчетам экономистов, потери или ущерб от коронавируса, ущерб в мировой экономике составит в этом году порядка до 5 миллионов триллионов долларов США. Но эта цифра, возможно, увеличится в разы. Почему? Потому что пандемия еще не закончилась, она еще продолжается. А это пока только скромный подсчет. Потери мировой экономики на сегодняшний день стали следствием. Прежде всего, все страны закрыли свои границы. Они ушли на изоляцию. Произошло значительное сокращение экспортно-импортных операций. В результате чего многие офисы вынуждены были отправить своих сотрудников в неоплаченный отпуск. То есть происходит невыход сотрудников на предприятие, на работу, рост безработицы. Только в Америке США на сегодня работу потеряли, вот сегодня я только услышал, не 20 миллионов, а уже 26 миллионов американцев. Это только в Америке. Представьте, сколько это потеряло работу в Европах и странах Азии. Естественно, из-за этого произошло уменьшение, сокращение производительности предприятий из-за вынужденных простоек. Тотальное, произошло тотальное сокращение всех видов транспортных перевозок, начиная от авиасообщения до тотемного транспорта. По новостям я услышал такую цифру, что в мире насчитывается свыше 17 тысяч самолетов. Представляете, все эти сейчас 17 тысяч, более 17 тысяч самолетов сейчас стоят в аэропортах, прикованы. Произошло значительное, значительное сокращение туристической активности и поездок. Это напрямую повлияло на такие отрасли, как отели, рестораны, кафе, индустрию развлечений и так далее. Опять же, по новостям я услышал такую новость, допустим, Испания. В этом году она не будет принимать иностранных туристов вообще. И те, которые занимаются, те туристическими компаниями, занимаются выездным туризмом, то есть, можно сказать, они должны уже исключить Испанию и свое направление. Естественно, произошли колоссальные нарушения цепочек поставок продукции, сокращение торговли и продаж, сокращение инвестиций. Здесь, вот на данном слайде я хотел показать данные университета Джона Хопкинса, который находится в Соединенных Штатах Америки, который отслеживает, ежедневно отслеживает ситуацию с коронавирусом в мире. Вот на сегодняшний день уже подтвержденных больных коронавирусом свыше 2 миллиона 700 тысяч человек. Эта цифра с каждым днем, я так смотрел, отслеживал, с каждым днем увеличивается практически на 40-50 тысяч человек в день. Только в Соединенных Штатах Америки уже 870 тысяч зараженных коронавирусом. Витальных исходах во всем мире 190 тысяч, превысил 190 тысяч человек. Ну, это печальная статистика. К сожалению, коронавирус также затронул пандемию, также затронул и отрасль Кыргызстана. Это, в первую очередь, туризм. С большой вероятностью по срывам окажется и летний туризм в Найссы-Коле. Гостиничный бизнес сейчас страдает, ресторанный бизнес, кафе. Некоторые компании швейной отрасли, отдельные строительные компании. Торговля непродовольственных товаров практически полностью прекратилась. По крайней мере, у нас здесь в Бишкеке все магазины, базары, которые продают непродовольственные товары, они закрыты. Ну и, естественно, пострадала сфера услуг. Это варикмахерские салоны красоты, спортзалы, СТО, цветочные магазины. Одним словом, большая часть сферы услуг, она тоже сейчас является пострадавшей. Какие же отрасли продолжать работать у нас на сегодняшний день? Ну, это прежде всего продуктовые супермаркеты и маленькие магазины, которые занимаются, продают продукты питанием. Оптовая торговля пищевыми продуктами. Аптеки существуют, не существуют, а отрасли в своей деятельности довольно-таки успешно. Медицинские учреждения. Торговля некоторыми видами сельхозтоваров. Сервис доставки, онлайн-торговля. IT-компании работают. Частичная работа сервисных и ремонтных компаний и ряд других направлений, которые обеспечивают жизнедеятельность стратегически важных объектов. В период пандемии у многих людей в настоящий момент происходит пересмотр ценностей и приоритетов. Они меняются или уже поменялись. Например, согласно данным интернета, спрос на айфоны, автомобили и предметы роскоши на Западе стремительно сокращается. Продажи пали на 40-50%, а на некоторые виды товаров и на 70-80% и вообще, можно сказать, на 100%. В период пандемии на первый план выходит что? Это прежде всего продовольственная пищевая безопасность, здоровье, личная гигиена, предметы личной медицинской защиты, социальные и семейные ценности, гигиена общественных мест, ну и, естественно, общественная безопасность. Ну и каждый руководитель компании, каждый предприниматель должны задать себе такой вопрос, может ли ваш бизнес сегодня отвечать этим требованиям в период кризиса. Я бы хотел сказать, что каждая уважающая себя компания, она имеет свой бизнес-стратегий, свой стратегический план развития, так называемый план А. Вот. Есть ли такой план у вас, у вашей компании? Кстати, если вы, сколько сейчас здесь это слушает меня, если у вас есть такой план, вы можете поставить в чате знак плюс, у кого нет, поставьте знак минус. Вот. Если у вас такой план есть, то его следует периодически обновлять, это однозначно. Если его нет, то такой план нужно разработать. Как правило, к стратегическому плану готовится такой сценарий, как пессимистический сценарий развития, стратегический план Б, на случай возникновения кризиса. Такие кризисные моменты, как сейчас, его просто необходимо иметь, вот, так как такой план должен, и такой план должен включать такие пункты, как система управления рисками или действия по смягчению рисков, вот, предусмотреть какие-то определенные действия по смягчению или наступлению форс-мажорных обстоятельств, предусмотреть в плане вопросов перепрофилирования вашего бизнеса в кустой кризис. Почему? Потому что многие бизнесы практически, они закрываются, и они даже не знают, что им делать, да, вот в данный момент. Так же в плане, в таком плане, вот, необходимо предусмотреть, продумать, какие новые рыночные ниши вы можете взять, да, вот, и куда вы могли идти дальше, да, вот, в случае падения этого спроса на вашу продукцию и этот, на продукцию и услуги. Вот. Я хотел бы сказать, что кризис, нынешний кризис, вот, он связан именно с пандемией, да, вот, ну, частично может быть с падением цен на нефть, вот, на нефтепродукты, вот, но первую очередь это коронавирус, пандемия. И он, нынешний кризис, он в корне отличается от тех предыдущих кризисов, которые были ранее, допустим, в 2008 году, это 1998 году, когда произошел обвал финансовых рынков, но при этом страны не закрывали, это бизнес работал, так или иначе, он работал бизнес, вот, авиаперевозка осуществлялась, да, транспортный сектор работал нормально, вот, а нынешний кризис, он особенный, вот, то есть, она затронула практически все, все это сектора экономики, поэтому такое происходит падение, падение ВВП, не только этот мировой, но и в каждой отдельной стране, это в стране, вот. Ну, и возникает вопрос, что нужно делать бизнесу, чтобы в период кризиса и карантина выйти с наименьшими потерями, как, что необходимо сделать, чтобы смягчить это падение от ваших продаж, да. Ну, и возникает вопрос, вот, может быть, нужно пересмотреть этот ваш бизнес, эту стратегию, или сделать переринтацию вашего бизнеса. Может ли ваш бизнес быстро перестроиться в период пандемии и предложить рынку то, что сейчас пользуется спросом? Ваша компания может производить или поставлять на рынок эту продукцию, пищевую продукцию, да, продукта питания, экологичную продукцию, вот, или может ли ваша компания производить и поставлять на рынок продукцию, связанную с поддержанием личной гигиены, гигиены жилища, гигиены вашего тела, одежды, воды и так далее. Или, может быть, вы можете перестроиться, начать производство средств медицинской защиты, начиная от медицинских масок одноразовых, заканчивая медицинским оборудованием или производство лекарственных препаратов. Вот. Насколько вы можете быстро переориентироваться? Конечно, не все это могут. И, конечно, всем это не нужно, потому что для некоторых это требует определенных капитальных вложений. Как вы помните, наверное, в начале февраля месяца, с конца января, в начале февраля месяца, и весь март практически во всех аптеках города Бишкек, и не только, наверное, во многих странах, просто исчезли медицинские маски в одночасье, да, или, возможно, кто-то их скупил, вот, с тем, чтобы сделать на этом бизнес, потом перепродать их, вот. Но, к счастью, тут многие предприниматели, вот, я не говорю о больших швейных компаниях, допустим, а маленькие швейные цеха, вот, можно даже семейные цеха, они быстро переориентировались и стали производить, выпускать медицинские маски и поставлять их на рынок Бишкека. Сейчас, допустим, вот, я, вот, я, вот, ходил, тот, специально ходил уже в аптеки и смотрел, медицинские маски продают везде. И в аптеках, и в магазинах, и на базарах, и всякого, этот, разного рода маски, вот. Вот, простые марливые маски, более такие, тут, изощренные, как говорится, да, вот, то есть, наш, тут, наши предприниматели быстро отреагировали на это и сейчас поставляют эти маски на рынок. Даже можно, тут, сейчас уже произошло насыщение, вот. Но я хочу сказать, что, вот, опять же, согласно новостям, вот, продажа, вот, таких отраслей, как, ну, аптечный бизнес, да, вот, розничная торговля, который занимается торговлей продуктов питания или этот, личной гигиены, продажи увеличились в разы. Допустим, от аптечных пунктов продажи увеличились на от 300 до 400 процентов. Продажи продуктов питания и тут продуктов личной гигиены, они увеличились до 600 процентов. Представляете, это какая идет выручка сейчас в этих отраслях, компаниях. Теперь я хотел бы поговорить более конкретно, остановиться на бизнес-стратегии в период кризиса. Какие действия нужно предпринимать с тем, чтобы вашему бизнесу, скажем так, смягчить удары вот этого кризиса, вот, смягчить падение продаж вашего бизнеса и так далее. Ну, в период карантина и чрезвычайное положение, как раз это такое подходящее время, особенно руководителям компании, это предпринимание, задуматься над эффективностью работы вашего бизнеса. Возможно, до кризиса вы, когда работали, вы даже и не задумывались, ну, работают в вашем бизнесе, работают, приносят какой-то доход, вот, а вы не задумывались, насколько она эффективно работает, да, вот. Поэтому это как раз сейчас то время, когда вы можете сделать диагностику своей компании, анализ ваших бизнес-процессов, провести оптимизацию бизнес-процессов в вашей компании. Вот, такая оптимизация бизнес-процессов обязательно приведет к сокращению лишнего персонала. Может, вы где-то содержали лишний персонал, вот, и переплачивали, да, вот. Приведет к закрытию нерентабельных филиалов, если необходимо, к переходу на аутсорсинг, это тоже возможно. А активизация бизнес-процессов приведет к повышению эффективности работы компании, прежде всего через автоматизацию бизнес-процессов. Ну, здесь вот IT-компании как раз-таки сейчас в тренде, которые могут помочь вашим компаниям перейти на автоматизацию бизнес-процессов. И тем самым ваш показатель экономической добавленной стоимости повысится. Ну, следующий пункт – это действия. Вам необходимо посмотреть на, как используются ваши активы в настоящий момент. Может быть, у вас есть какие-то непрофильные активы, или какая-то недвижимость неиспользованная. Может быть, задуматься нужно о продаже этих непрофильных активов и этой неиспользованной недвижимости. Это так поможет вам в условиях падения продаж привлечь дополнительные какие-то средства, денежные средства на финансирование оборотного капитала или на инвестиции новых направлений вашего бизнеса. Это, я думаю, что нужно делать незамедлительно. Также необходимо вам подумать о реорганизации системы управления вашего бизнеса. Если ваш бизнес имеет несколько подразделений, естественно, головной офис, то необходимо подумать, чтобы передать управленческие функции из головного офиса в эти подразделения, чтобы повысить самостоятельно этих подразделений и ускорить процесс принятия бизнес-решений путем создания корпоративной культуры, которая будет основываться на простоте, скорости, эффективной подотчетности. Следующий шаг, я считаю, очень важным шагом, это максимально сократить ваши, до возможного уровня сократить ваши затраты. То есть исключить всякие лишние траты. Это прежде всего. Это поможет вам сэкономить ваши деньги. Все расходы должны идти только на поддержание производства, если это ваша производственная компания или, может быть, на реализацию ваших услуг. Осуществлять строгий контроль всех денежных потоков. Следующий шаг, я уже об этом говорил ранее, нужно внимательно пересмотреть штат своих работников, каких-то работников, которые работают неэффективно. Это необходимо сделать оценку персонала. Это нужно делать, конечно, деликатно, и если они не соответствуют вашим требованиям, требованиям сегодняшнего дня, и работают неэффективно, то, конечно, нужно их сокращать. Ну, нужно это делать деликатно. Или хотя бы, по крайней мере, составить график по очередному выходу ваших сотрудников на работу. Рассмотреть возможность работы вашего бэк-офиса на удаленке. Если фронт-офис у вас должен работать, то есть работать с вашими клиентами, то бэк-офис может работать на удаленке. Ну, естественно, сейчас самое популярное направление – это перевод и смена формата продаж из офлайна в онлайн. Это позволит, используя интернет-ресурсы, позволит сократить ваши расходы, поддержать выручку на таком минимальном уровне и смягчить падение продаж. Владельцам предприятий, прежде всего руководителям компании, часть функций уволенных сотрудников нужно взять на себя. А другие функции переложить на оставшихся сотрудников и, возможно, предусмотреть какие-то варианты вознаграждения, премиальные выплаты. Следующий шаг – это по возможности исключить финансирование бизнеса за счет внешних источников, то есть кредитов в банках. Почему? Потому что при падении спроса на продукцию и снижении клиентской базы в период кризиса выплаты по таким кредитам могут просто легко разорить ваш бизнес. Поэтому вы должны это четко для себя осознавать. Если ваш бизнес сейчас в условиях кризиса работает стабильно, и вы уверены, что ваш доход будет покрывать основной долг и проценты, то тогда да, это можно этот вариант рассматривать. А если нет, то категорически лучше исключить финансирование вашего бизнеса за счет внешних источников. Те, которые занимаются экспортно-мониторными операциями, должны, конечно, это осуществлять ежедневный мониторинг курса валют. Так как этот валютный рынок, он очень волатильный, тем более сейчас с падением цены на нефтепродукты, валютный рынок очень быстро среагировал. Доллар, он подрос сразу на 15-20%. Те, которые берут валютные кредиты или брали, они уже, можно сказать, ну, можно сказать, это немного попали, да, вот. Поэтому в период кризиса из-за падения продаж и спроса продукции и продукции, вашей продукции, валютный кредит тоже надо лучше исключить. Следующий шаг, немаловажный, это я советую вам прекратить отпускать ваши товары, вот, продукции или услуги в кредит, да, вот, особенно долгосрочные. Вот. То есть необходимо исключить дебюторскую задолженность своих клиентов и заняться возвратом дебюторской задолженности. В период кризиса, как правило, из-за сокращения своих сотрудников многие квалифицированные работники становятся, как бы, безработными, происходит переизбыток квалифицированной рабочей силы. А если ваш бизнес, он продолжает работать, и если вы испытываете дефицит вот этой квалифицированной рабочих специалистов, то, конечно, для вас появляется возможность пополнить свою, как говорится, свою рабочую силу за счет рынка труда. Как я уже говорил, что какие отрасли работают стабильно в настоящий момент, вот, я не буду повторяться, вот, вот, и в период кризиса те отрасли, которые работают стабильно, да, вот, имеют возможность существенно увеличить свой, свою рентабельность, вот, и я хотел бы обратиться к руководителям таких компаний, вот, ну, не только этих компаний, этих отраслей, но и других отраслей, что нужно создавать страховой фонд, вот, создавать подушку безопасности на случай возникновения вот такого кризиса, вот, потому что страховый фонд – это необходимые условия для существования вашего бизнеса в период, в период кризиса. Вот, вот эти вот 13, 13 таких шагов, это вот самых важных шагов, вот, действий, вот, которые вы должны использовать на настоящий момент, вот, использовать свои бизнес-стратегии в период кризиса, да, с тем, чтобы смягчить ваш, вот, вот, падение, падение продаж вашего бизнеса, да, вот. Ну, и я сейчас хотел бы привести некоторые примеры бизнес-стратегии в период кризиса. Вот, вот, это примеры такие, скажем так, которые, возможно, этот, вероятный этот, можно это применить, данную стратегию в настоящий этот, ну, когда, вот, кризис и карантин закончится. Допустим, из интернета стало известно, что национальный авиаперевозчик Дубая, авиакомпания Emirates, объявили о возобновлении своих международных полетов 1 мая, вот, ну, этого года, и при этом они внедряют обязательно бесплатно тестирование всех пассажиров перед вылетом на COVID-19. Новейшие экспресс-тесты будут давать результат в течение 10 минут, то есть это очень удобно, это очень быстро, вот, и граждане уже с уверенностью могут летать, а принимающая сторона может принимать их, вот, с уверенностью, что эти потенциальные туристы, они, как говорится, не заражены коронавирусом. Поэтому нашим туркомпаниям необходимо быстро как-то переориентироваться, вот, и переориентировать свои турпродукты и услуги под туристов из Ближнего Востока, и, конечно, из туристов из Юго-Восточной Азии. Почему? Прежде всего, эти регионы, возможно, быстрее выйдут из карантина, вот, так как статистика, вот, я показывал вам статистику, вы можете сами посмотреть, в этих странах они в разы, в разы меньше, чем в странах Европы и США. Ну, и есть вероятность того, что они быстрее выйдут из карантина, вот. К тому же, такие страны, как Корея, Китай, Южная Корея имеется в виду, Китай, вот, они уже прошли пик, вот, и они официально уже объявили, что они, как бы, победили этот коронавирус. Ну, встречаются уже незначительные случаи заражения, но это уже тенденция идет к снижению, вот. Также эти регионы, и особенно, вот, арабские, этот, так называемые, шейхи, отличаются высокой платежеспособностью. Они сейчас очень интересуются нашими регионами, имеются в виду Кыргызстану. Их интересует что? Действительная природа нашей республики, зеленые луга, снежные горы, вот это джайло, да, вот, наши кристально чистые бурлящие реки, вот, культура и быт наших, нашего народа, ну, и, конечно, экопродукты. Но, к сожалению, вот, делая анализ текущей ситуации, вот, уже четвертый год туристы из Арабских стран приезжают к нам, к нам, вот, в Кыргызстан, но, к сожалению, многие представители сервисного сектора продолжают, это, как бы, игнорируют предпочтение туристов из этих стран, да, вот, и таким образом они сами себя, как бы, это лишает существенного потенциального заработка. То есть, все еще наблюдается, нету такого маркетингового подхода, да, у некоторых компаниях. Элементарно просто взять, в ресторанах нет халлель-меню, да, вот. Многие предпочитают, вот, именно туристы из Арабских стран из-за того, что это у нас, как бы, это подавляющее большинство, это, там, мусульманское население, вот. Какой план действий нужно предпринимать в данном случае для туркомпании и для департамента, допустим, туризма, это Кыргызской республики? Это, прежде всего, провести семинар для туркомпании по предпочтениям, да, вот, по предпочтениям клиентов, операторов из Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Это необходимо сделать. Сделать общую, большую скидку на обслуживание в аэропортах для бортов из Ближнего Востока и внедрить систему возврата МДС туристов. Это необходимо сделать, это когда аэропорт откроется. Вот. Совместно с отелями и местными туроператорами организовать инфотуру для операторов и блогеров из арабских стран и страны Юго-Восточной Азии. Сегодня, как никогда, необходимо такое тесное сотрудничество между странами Центральной Азии. Если европейский этот рынок и средиземные страны, они закрыты, да, как это направление, дестинация, да, вот, туристические дестинации, вот, они сейчас закрыты, когда откроются, еще неизвестно, то нужно переориентироваться на внутренний Центральный Азиатский рынок, вот. Вот. Необходимо совместно с нашим туркомпаниям, вот, с туркомпаниями из Казахстана и Узбекистана продвигать свои туристические услуги, выступать в такой, в тесной цепочке, да, вот. Конечно, нужно открыть границы между собой и брать экономические преграды. Это, конечно, вопрос к нашим политикам, но я думаю, что они пойдут на это, вот, и кризис просто будет подталкивать, открывать наши границы между собой с тем, чтобы поток капитала, поток рабочей силы, поток продукции и этот сыреб, это проходило свободно, естественно, поток, туристический поток проходил, то есть перемещался свободно, вот. Вот. И, опять же, вот, европейского рынка, вот, и других стран, вот, появляется уникальная возможность для стран Центральной Азии, это путешествия внутри Центральной Азии. У нас очень много хороших, замечательных дестинаций, да, туристических, где наши внутренние туристы могли бы отдохнуть, да. Вот. Конечно, как я уже говорил, нужно перефокусироваться на туристов из Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии, где победили эпидемию, вот. Ну и агрессивно продвигать туристический потенциал Казахстана во всех соцсетях, вот, СМИ, вот, используя все каналы медиа, масс-медиа. Теперь бы я хотел поговорить о изменении бизнес-моделя в условиях неопределенности. Вы знаете, что экономический, ну, всем видно, что экономический кризис и изоляция, вот эта пандемия, даже экономическая блокада некоторых стран, да, которые это установляют, экономическую блокаду, я не буду говорить про кого, но, вот. И другие форс-мажорные обстоятельства заставляют владельцы бизнеса, прежде всего, задуматься над усовершенствованием стратегии бизнеса, по-новому взглянуть на бизнес, на свой бизнес, и, возможно, изменить вашу бизнес-модель, искать какие-то новые рыночные ниши и возможности для развития бизнеса. Вот, это, я еще раз говорю, что карантин, он не вечер, он закончится, и поэтому вы должны уже быть готовыми сейчас, подготовиться к этому. Возможно, это будет заняться экспортом, но здесь больший вопрос. Пока эта граница закрыта, конечно, нужно задуматься над тем, какую продукцию вы будете это вывозить. Если продукция имеет свободное, это, как говорится, передвижение, такие, как лекарства, такие, как какие-то определенные продукты питания, или еще какие-то медицинские, продукты медицинского назначения, то это да. Я настоятельно рекомендую сосредоточиться вам на внутреннем рынке, развивать внутренний рынок, развивать внутреннее потребление. Вот, у нас большой потенциал заняться импортозамещением. Вот, заняться импортозамещением. Вот, и я думаю, что вы, опять же, это я вот в новостях, не только у нас, а и в интернете видел. Вот, допустим, стоимость медицинского оборудования, вот так называемого ИВЛ, да, это аппарат искусственной вентиляции легких, он на мировом рынке стоит от 2,5 тысяч долларов до 30 тысяч долларов. Вот, разброс цен, представляете, да? Вот, я как-то увидел в новостях, там, и в интернете, что некоторые предприниматели сделали, ну, такой простой аппарат, это ИВЛ, вот, и затраты, как бы, составляют всего лишь максимум 500 долларов, да? Вот, это просто одно из направлений, где вы могли бы изменить свою стратегию, да, и применить новую бизнес-модель. Вот, и, конечно, в период кризиса для компании есть только один выход, это выход, стратегия обновления вашего бизнеса. Без обновления стратегии, вот, без пересмотра вашей бизнес-модели, да, вот, как это, без улучшения ваших, скажем, операционных, операционных, операционного менеджмента, да, вам это трудно будет, а потом конкурировать с другими компаниями. Вот, поэтому, пожалуйста, задумайтесь над обновлением вашей стратегии. Сейчас бы я хотел бы привести несколько примеров по поводу того, как наши местные предприятия, предприниматели быстро среагировали на нынешние вызовы, да, вот, допустим, вот, есть такое кафе YOLO YOLO, вот, одна хорошая знакомая, она запустила это кафе, вот, вот, это практически стартап, они практически начали с нуля за месяц до пандемии, но как раз-таки не повезло, что они попали как раз вот в такой период, да, вот. Они начинали, ну, с продажи, открыли это кафе, вот, стали принимать первых, как говорится, клиентов, вот, ну, и вот такой вот кризис, да, вот. Ну, что они сделали? Они сразу запустили рекламные кампании через соцсети, вот, 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 Facebook, Instagram, свой сайт у них нет, и они пока не собираются его открывать, но главное то, что они быстро открыли свои страницы на Facebook и Instagram, это очень, это такие хорошие популярные социальные сети, где вы можете размещать, рекламировать свою продукцию, вот, онлайн, это размещать заказы, вот, они перестроили меню, чтобы исключить скоропортищие какие-то продукты и на фоне снижающих продаж, вот. Довольно-таки быстро они, так, быстро, так, среагировали на нынешние вызовы, стали заниматься доставкой, это блюд, вот, этих вот, готовят блюда на заказ, вот, и делать доставку, вот, здесь указаны их телефоны, здесь страница Facebook, да, вы можете зайти, вот, вот, это меню очень такое обширное, вот, они также делают очень вкусные стейки, шашлыки, вот, и мой друг, мой близкий друг это уже попробовал, и это оставил очень-очень хорошие отзывы, так что вы можете тоже, как бы, обращаться сюда, вот. Но, понимаете, такой бизнес, именно кафе, рестораны, они уже должны этим заниматься. Первый, конечно, этим начали заниматься, вот, пиццерии, вот, доставкой пиццы на дом, да, вот, по телефону, вот, доставляют, делают, принимают заказы, и доставляют заказы, вот, оперативно, быстро, вот, также не получают заказы этого режима онлайн, вот, вот, и я думаю, что те компании, которые занимаются таким бизнесом, как ресторанным бизнесом, да, рестораторы, кафе, вот, это как раз сейчас пересмотреть форматы продаж, да, в период кризиса. Вот. Другой пример перелентации бизнеса. Отечественная компания в рамках корпоративной социальной ответственности, это компания Stilex, Stilex, в рамках корпоративной социальной ответственности по борьбе с пандемией, она произвела первые, это два образца автоматических туннелей дезинфекции транспорта и пешеходов. И они ее произвели, и передали безвозмездно национальные штабы по борьбе с ковид в городе Бишке. Вот. Это такое, этот, ну, достойно, достойно уважения. Пример, это компания, да, вот это я взял пример из Facebook, у меня есть этот, как бы, друг, вот, знакомый, вот, и это у него на страничке, я это увидел информацию, и просто я порадовался за него. Так же они планируют начать производство герметичных, безоконтактных кабинетов для сбора анализа и продавать их в разные страны. Это вот один из таких примеров перриориентации бизнеса, да, вот. Ну, мне что порадовало, так, не только этот, предприниматели, имеется не только этот, производственник, не только ресторанный бизнес, не только, там, айтишники, да, вот, переходят на этот онлайн, да, но даже сельхозпроизводители, сельхозпроизводители, наши фермеры, стали этот, используют онлайн ресурсы, вот, и вот в данном случае скотный рынок Карасу перешел на онлайн торговлю. Там местный предприниматель, вот, создал онлайн площадку, вот, и это я взял эту информацию из Акипресса, вот, я просто, я когда прочитал это, я просто порадовался за, за этого парня, который создал эту площадку, и в режиме, как говорится, онлайн сводит покупателей с продавцами, продавцы выставляют свою продукцию, покупатели, там, конечно, очень много, там, так называемых посредников, которые это скупают оптом, и это потом продают, вот, но это очень хорошая, сейчас, площадка, которая работает, и которая удобнее, для, как для продавцов, так и для покупателей. Ну, я хотел бы закончить теперь по сцене, совершать хорошую новостью, вот, у карантина есть, как бы, две стороны медали, негативная сторона, есть позитивная сторона, и от позитивной новости для всех, это воздух, и стал намного чище, вот, этим хотел бы я закончить свою презентацию, вот, 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 аспекты по тому, какие, какие действия нужно предпринять вашему бизнесу, да, чтобы от, чтобы ваши потери, да, в период кризиса. Ну, если кому нужна помощь в разработке стратегии компании, вот, тем более, в такой трудный период, пожалуйста, можете обращаться, это мои данные, вот, можете записать, вот, телефон, можете обращаться и по электронной почте, вот, я всегда буду рад сотрудничать с вами, вот, да, и пользуясь этой возможностью, я хотел бы сегодня началом священного месяца Рамазан, вот, я хотел бы поздравить всех мусульман священным месяцем Рамазан, вот, кто держит пост, им вытереть этот, достойно продержаться, вот, всем желаю духовного очищения, вот, возрождения, я это надеюсь, что, я уверен, что мы победим вместе коронавирус, вот, наша страна достойно выйдет из данной ситуации, вот, все, спасибо за внимание, и буду рад ответить на ваши вопросы. Уважаемые участники, пожалуйста, мы переходим в блоку вопросов и ответов, вы можете задавать вопросы в чат, вы можете поднять руку, задать вопрос непосредственно, живую. Так, вопрос от Оши, джиа, по поводу презентации, талантбайке, можно ли ее посмотреть? Я так понимаю, мы говорим про саму-саму презентацию, видимо, были какие-то помехи в сети, не смогли полностью. Я хотел, уважаемые участники, сообщить, что мы тема посмотреть это в ютубе, вебинар. То есть, вместо того, чтобы вам отправлять презентацию, мы вам отправим ссылку на само видео. Такой вот формат у нас. Даньяр, вы мне тоже эту ссылку вышлите, хорошо? Обязательно, обязательно. Так, я слушаю, если есть вопросы, пожалуйста, обращайтесь. Вот у меня здесь написано на электронной почте, можете обращаться по электронной почте, я могу также, если нужна презентация, я могу в формате, PDF-формате я вам выставлю. Мы также хотели предупредить, что участники, мы вам отправим небольшую форму, мы бы хотели, чтобы вы ее заполнили. Если пока, может быть, у наших участников только формируются вопросы, у меня один вопрос к вам, Клабик, вот по поводу конкретных инструментов, или, скажем, таких подходов для именно руководителей и владельцев бизнеса, какие вы посоветовали инструменты именно по формированию бизнес-стратегии, или же мы же понимаем, что эти кризисы будут периодически повторяться, и чтобы у всех было, есть понимание уже у многих то, что кризисы будут появляться, и нужно мониторить постоянно внешние, скажем, среду, какие-то инструменты, подходы, или же какие-то методы посоветовали бы участников, именно по формированию бизнес-стратегии, или же мониторингу, существенно анализа внешней среды. сейчас анализ внешней среды, если мы делаем, как внешняя среда, внешние факторы влияют на вашу стратегию. Первое, это делается анализ внешней среды. Второе, второй инструмент, это анализ внутренней среды, анализ вашей среды внутренней компании, как выстроены бизнес-процессы ваши, как эффективно работает ваша компания, как эффективно работает ваш персонал. Следующий инструмент, это оценка вашего персонала, оценка эффективности работы персонала, оценка всех бизнес-процессов. На основе этого делается перечень, делается такой свод-анализ. Что такое свод-анализ? Это оценка сильных, слабых сторон возможностей и угроз. Сильный, слабый сторон, это как раз таки внутренняя среда. внешняя среда. То есть это вы все компанируете, делаете такой свод-анализ и свод-анализ вы уже смотрите, какие вопросы вам необходимы из слабых сторон. Слабые стороны цель стратега перейти сильные стороны максимально использовать возможности и максимально смягчить или избегать угрозы из внешней среды. Потому что вот эти угрозы, внешняя среда это неконтролируемый фактор. то есть нельзя полностью контролировать. Допустим, нынешняя ситуация это пандемия от коронавируса. Его нельзя контролировать. Ты лично не можешь контролировать его. Это почему? Потому что или форс-мажорные обстоятельства. Вы же не можете это контролировать. Они наступают внезапно. Но вы можете предусмотреть какой-то сделать план действий, план действий выработать. По смягчению этих предусмотреть, что период наступления кризиса будут такие-то последствия, такие-то негативные явления. И что можно сделать вашему бизнесу, чтобы не то, что избежать, а смягчить воздействие этих явлений на ваш бизнес. Ну и потом из этого вырабатываются цели вашей бизнес-стратегии. Вырабатываются цели разрабатываются задачи, мероприятия. Каждая задача, мероприятия проставляются индикаторы. Потом естественно назначается ответственность за выполнение ваших целей и задач. Составляется бюджет на выполнение стратегии. Если это требует каких-то расходов, то нужно предусмотреть расходы. А если вы можете делать своими силами, то вы просто распределяете ответственность между своими сотрудниками. Далее составляется мониторинг, как вы это сказали, составляется раздел мониторинга и оценки выполнения стратегии. Мониторинг всяких родов ситуация бизнес стратегия она должна ежемесячно, ежегодно, ежеквартально она должна мониториться, как выполняется ваша стратегия. Что появляется на внешнем рынке, как внешний рынок меняется на какие-то вызовы. и вы должны быстро реагировать на внешние вызовы, на внешнюю среду. Исчерпывающий ответ, я бы так сказал. Я понимаю, что... Поступил вопрос к спикеру к вам от Чалпон Алкадырова задает вопрос. По окончании карантина отдельная сфера услуг восполнит свои потери из-за отложенного спроса. всегда есть сторона теряющей рынок и доходы, ну и соответственно другая сторона выигрывающая, то есть приобретающая доход. И ваше мнение, какие сферы деятельности получат преимущества от кризиса? Какие именно сферы деятельности в отрасли? Очень хороший интересный вопрос такой, и на него нельзя сразу однозначно ответить. Я там перечислил какие в своей презентации я перечислил какие скажем что сейчас на первый план на первый план является на какие продукции является спрос сейчас. Я это перечислил. Вот есть теория пирамида Абрама Маслова. Это пирамида потребности и первая нижняя ступень это физиологические потребности это потребности продуктов питания в одежде личной гигиене и так далее. То есть вот эта нищая ступень пирамиды Маслова она всегда будет пользоваться спросом всегда в любых кризисах в любых кризисах. вот вот эти потребности на допустим какие-то допустим модные модные я сейчас буду говорить так модные допустим какие-то одежды период кризиса она естественна сейчас вот возьмите я больше чем уверен сейчас у многих женщин они сидят дома безвылазно и вот весь гардероб не использован это как бы висит короче я больше уверен что они потом может быть даже пересмотрят это сделать переоценку ценностей и может сказать да не буду больше это носить зачем мне это нужно они скажут они уже происходит переоценка ценности понимаете вот и поэтому здесь однозначно можно сказать то что вот эти компании которые занимаются производством продуктов первые необходимости гигиена какие-то медицинские препараты лекарства и так далее и так далее это будет пользоваться всегда спросом и они как бы но есть компании которые есть бизнес такой бизнес B2C B2B вот здесь нужно смотреть есть компании которые работают только на конечном потребителе вот вот что нужно конечно это конечный потребитель вот и нужно то и производить в каких услугах нуждаться те услуги предоставлять просто я сейчас не могу вам сказать конкретно что какие предприятия выйдут с выигрышем можно сказать какие предприятия уже вышли это многие IT компании допустим да вот вот с этим коронавирусом я вчера только смотрел передачу вот может быть вы слышали да знаете передачи доктор да вот и там было такое сообщение в мире наверное только один человек рад от коронавируса вот и вот и это назвали это именно это человека это эрик юан знаете да кто такой эрик юан это человек который основал вот это приложение зум это человек сейчас который заработал огромные деньги его компания заработала огромные деньги вот на этом приложении почему потому что сейчас когда многие компании перешли на удаленный принцип работы да вот это приложение очень удобно работать на удаленной то есть она создает условия для удаленной работы Вот. Практически ты видишь, контролируешь, как руководитель, ты контролируешь работу своих сотрудников удаленно. Представляете, как это очень удобно. То есть, IT-компании однозначно это в тренде сейчас. Компании, которые занимаются экологической, производством экологической продукции, продуктного питания, это в тренде. Компании, которые занимаются производством хороших лекарств, которые действительно лечат, а не калечат, они в тренде. Компании, которые, естественно, карантин закончится, потом будет оживление экономики, пойдет оживление, транспорт начнет работать, офисеры услуг начнут работать и потихоньку начнут все восстанавливаться. Но кто быстрее восстановится, это вот в чем вопрос. Вот. Если кто подготовлен быстрее, кто заранее подготовился, тот он выйдет победителем. А кто... Есть, понимаете, вот как бы два варианта. Либо сидеть ждать, вот так, да, когда закончится карантин, ну это тоже вариант, да. Либо предпринять какие-то действия. Вот. Поэтому выиграет тот, кто быстро реагирует на сегодняшние вызовы, обновляет свою бизнес-стратегию, ориентируется на, как говорится, на запросы потребителей, делает переориентацию своего бизнеса, да, вот, если его не позволяют средства, вот. Те компании, они будут, они не то, что выжат, а они выйдут с плюсом. Я ответил на ваши вопросы? Я надеюсь, я думаю, да. Ответ, опять-таки, да, повторюсь, был второй ответ на второй вопрос, также был исчерпывающим. Ну, у нас по времени уже 2.07. Тут пришел такой комментарий от Кунисы Маматалиевой. Огромное спасибо организаторам за такие вебинары, было очень полезно. Мы лично начали думать о создании нового продукта. И большое спасибо вам, там, вам, Байке. Прекрасно. Если, вот, как ее зовут? Ну, ладно. Я хотел бы, если вам нужна помощь, пожалуйста, обращайтесь. Вот, контакт есть. Вот, я тут буду, в ряд с вами поработать, посотрудничать. Вот. Любой момент, можете звонить, писать, вот, и я всегда открыт к сотрудничеству. Отлично. Мы тогда вот завершаем наш сегодняшний вебинар. Спасибо большое вам, Талант Байк Байке, за интересную презентацию, за полезные советы. И, как, да, вы уже сказали, ваши контакты здесь, у нас вот на этом слайде. Пожалуйста, обращайтесь непосредственно к компанию ECA или же непосредственно к нам, ПИК. Мы тоже будем вас связывать. Спасибо. До свидания. До встречи. До встречи. Даниэль, я тоже хотел бы выразить благодарность вам лично, от компании ПИК, что вы предоставили мне такую возможность. Вы знаете, что всегда что-то делается впервые, да, вот, и в период кризиса, да, вот такой вот. Я никогда раньше не выступал, ну, не делал вебинары, да, это мой первый, как говорится, опыт, да, вот. И я сейчас этот, я об этом думал, что, ну, пора, может быть, переходить на такой онлайн-режим, короче, да, вот, когда-то, ну. Но сейчас, когда вот, как говорится, петух клюнул, кажется, да, и ты уже думаешь, вот, что нужно этот, это уже менять свои форматы работы. А так я же проводил, сколько я тренингов проводил, все вживую, да, ну, вживую это интересно проводить, очень интересно. Вот, но такой формат тоже, вот, это, как бы, это интересно и удобно, как говорится, дома сидишь, и, как говорится, да, или в офисе сидишь, вот, сейчас я пока дома сижу, вот, запустится карантин, буду в офисе у себя сидеть. Но такой вариант этой работы тоже нужно рассмотреть, и я думаю, что... Мне кажется, мы вот за месяц лишним работы именно через удаленные каналы уже приноровились, и те, которые вообще были далеки от технологии и техники, тоже уже научились. И это будет продолжаться, даже после окончания карантина. Я согласен, вы согласен, да, да. И я уверен, что многие такие офисные работы, будут, это, такие компании, возможно, и IT-компании будут пересматривать формат своей работы и переходить на такой формат удаленный, вот, и, представляешь, будут освобождаться огромные ресурсы, да, вот, и, это, имеется, и здания будут, возможно, будут пустовать, короче, да. Ну, это я могу только предполагать, короче, да, вот, но если это тоже вызов, вот, для... Это как раз пища для размышлений, как раз как вариант изменения бизнес-стратегии. Вот, и изменение бизнес-модели, изменение бизнес-модели, вот. На следующей неделе у нас тоже планируется вебинар, у нас Гуль Шакекова, более подробную информацию вы можете найти у нас на сайте или же на страничке в Facebook. Тогда заканчиваем вебинар уже, спасибо всем, до свидания. До свидания. Всех. Спасибо всем, у вас участие, до свидания. До свидания. До свидания.